Когда мы начинаем создавать новую реальность мыслями, направлять свою энергию осознанно, поднимать свои вибрации, да, спасибо, десяточки есть. Что с нами происходит? Начинает рушиться прежняя старая жизнь. И это нормально. Мы можем начать терять друзей, с которыми мы дружили давно. Может получиться так, что вы придете на работу, а вас отпустят, уволят, сократят. Что-то может произойти, то есть происходит своего рода, опять-таки, это не обязательно, но я просто как предупредить тех людей, которые об этом постоянно, ну и Хосе писал. И вот у Дистензе был тоже пример, и я сейчас тоже приведу пример. Могут ломаться и рушиться старые связи, шаблоны, потому что вы начинаете забирать энергию не туда, куда вы просто на автомате привыкли ее растрачивать. Сразу же утром проснулись и раскидали за 10 секунд, а потом выходите, да, и не понимаете, почему у вас совершенно нету сил, ни на что. Не то, что там спортом заняться, вам работу свою вы не можете делать, потому что у вас нет сил. Но когда вы с утра проводите в осознанной медитации с выбором сюда направил энергию, сюда направил энергию, здесь я создал свой день, и этот свой день. И при этом вы испытываете и благодарность, и сострадание, и любовь, и радость, у вас реально начинает огромное количество энергии. Я просто когда слушаю, когда люди говорят, что у них нет энергии, у меня тоже случаются дни, но это я перетренировалась, или там 25-30 километров проехала в этот же день на велике, или еще что-то. Я понимаю, что я просто, у меня нет сил, потому что мне реально телу нужно отдохнуть, но вообще, как правило, у меня очень много энергии, у меня все время фонтанируют идеи, творческая энергия, есть силы на ее реализацию, иногда просто не хватает времени на реализацию. Поэтому огромный приток энергии и желание что-то делать. И был у нас такой вопрос, и сейчас я сначала приведу пример, у Хаса Сильва в книге есть. Мужчина начал программировать, соответственно, свое желание, свою цель, да, раз его, он, а, да, он работал в какой-то руководящий, не важно, руководящий, не какой-то пост, его увольняют. И он звонит Хасе и говорит, знаете что, ваши техники не работают, меня с работы уволили. Хасе говорит, продолжайте делать все, что вы делали, и верить, что все будет хорошо. Через неделю этот же человек позвонил и сказал, мне предложили новое место в компании, в которую меня не хотели приглашать, потому что я это время, они не хотели переманивать сотрудника. Но как только его уволили или там, неважно, сократили, освободился человек, ему тут же предложили новое, лучшее место, на которое до этого он даже, может быть, даже не мог подумать. И очень похожий пример был у диспендер книги про то, что тоже профессор в университете, на кафедре очень хорошая должность или там позиция, приходит на сад тоже, начинает медитировать, приходит на работу, а его, значит, просят, увольняют просто практически на ровном месте. И точно так же был вопрос, слушайте, что-то с вашими техниками не то. Через месяц этот человек знакомится, видимо, там не было деталей, но через месяц человек знакомится с замечательной женщиной, они женятся, и потом его приглашают в другой университет на лучшую позицию, даже на лучший доход и так далее. А еще позже, в тот же, через год, по-моему, в прошлый университет позвали там чуть ли не руководить этой кафедрой и так далее. То есть просто тут очень важно, что бы ни происходило, когда вы начнете, если вы позитивно мыслите, позитивно говорите, у вас позитивные убеждения, значит, и вообще все, что не происходит, все к лучшему. Поэтому это очень важно понимать. И я люблю здесь приводить пример сковородки. Я ее называю пример сковородки. Видели когда-нибудь сковородку, на которой, например, жарили много всего? Ну, гости пришли, его там 20-как лет пожарили на этой сковородке. И вот вы берете эту сковородку и начинаете мыть. И как только вы начинаете вот это вот под водой тряпкой разводить, что поднимается? Вода. И все, что было на дне этой сковородки, все, весь жир, все эти хлопья, все это начинает подниматься. И вы смотрите на это, боже, какой ужас. Это же никогда я не увижу этого чистого дна. Но вы продолжаете вычищать, вычищаете, вычищаете. И что в итоге? Вы видите это блестящее дно этой сковородки, да? Это вот пример сковородки или пример уборки я все время привожу. Как это связь с мысленной уборкой? Тоже, наверное, надо разобрать шкаф. Надо разобрать шкаф. Предположим, там уже 5 лет, уже некуда вешать вещи. Как происходит вообще уборка, генеральная уборка или генеральная уборка шкафа? Это все же нужно вытащить. Это же хаос, когда вы начинаете уборку. Это же сначала кажется, когда ты это все начинаешь, все вытаскиваешь, ты думаешь, и зачем я все это затеял? Это же сейчас разгребать. А потом, когда это все по полочкам, это ты там, например, подремонтировал или отдал кому-то, или увез, и освободилась, и ты такой... И ходишь, прям смотришь на свои полочки, думаешь, ну какая у меня прелесть. И прям и настроение, и все, согласитесь, и энергия. И ты думаешь, а, надо новое платьюшко купить. И вообще, согласитесь, вот мне очень нравится, например, сковородки. И, например, уборки. Любая уборка начинается с хаоса, который при желании... Вот в окна я недавно мыла, что у меня там только не творилось. Но потом чистые занавесочки, просто окна, в которые прыгает кот, потому что ему кажется, что там нет окна. То есть вот до такого, понимаете? Поэтому готовьтесь к тому, что что-то будет происходить, ломаться. Это к лучшему. Значит, так надо. Значит, за этим придет что-то другое. И я все время говорю, что мы можем только... Если мы только начинаем работать с методом Сильва, если мы еще не привыкли прислушиваться к своему внутреннему... вот этому внутреннему миру или считывать информацию, использовать свою интуицию, то мы что можем только? То, что мы видим, то, что мы слышим, то, что мы можем потрогать. То есть мы базируемся, то, что мы видим, только на своем прошлом или то, что мы можем видеть. И нам кажется, это плохо. Это плохо то, что происходит. Но мы не видим и не чувствуем, что за этим идет. Поэтому нам нужно довериться. Какая-то у меня здесь была мысль, я хотела привести. Не помню, ускакала. Значит, не надо было, да? Поэтому... А, хотела, вспомнила. Смотрите. Даже вот, например, у нас недавно сломалась газонокосилка на доме. И я так внутрь так к себе прислушивала. Ничего страшного. Мужу говорю, а нам улетать на следующий день? Вроде как он расстраивался. Я говорю, не расстраивайся. Все хорошо. С ней все будет хорошо. Позвонил мне папа. Игрот газонокосилка сломалась. Он говорит, слушайте, у вас еще на гарантии. Вы только ее купили. Ничего не делайте, не вскрывайте. А муж уже хорошо это было вечером. Он уже такой, сейчас я ее всю разберу. Можно достать этот мотор. Там что-то забилось. И хорошо не было времени. Мы все запаковали. Я говорю, давай, нам завтра лететь. Все убираем. Все с ней будет, говорю, хорошо. С этой газонокосилкой. Я прям чувствую. То есть вот. Это не то, что я так пондалась. Там начала расстраиваться, злиться. Я прислушалась к своему внутреннему щению. Вообще ничего, все нормально. И мне папа говорит, так она у вас на гарантии еще? Я говорю, я забыла. Он говорит, скажи Данику, чтобы он ни в коем случае не вскрывал ее. Потому что тогда уже под гарантию не попадет. Мы отвезли ее. Действительно, у нас полетел мотор. Но по гарантии нам поменяли. В этот же день поменяли. Вы думали, у недели две будем ждать. Нет. У нас уже стоит она полностью обновленная. Сказали, что скорее всего у вас она была с дефектом. Еще удивительно, что она у вас проработала. Поэтому. То есть я прислушалась к внутреннему своему состоянию. Нормально. Вообще все будет хорошо. Не нужно ничего делать сейчас. Летим, отдыхаем. Спокойно занимаемся своими делами. Все решится. И действительно. Все решилось очень хорошо. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.